здравствуйте туристы милитаристы напоминаю вам что инвиктус с латыни это неоспоримый несокрушимый неодолимый клипса у нашего неодолимого красивая я вам ее уже показывал на другом ноже такой конкретный не маленький титановый брусок с достаточно глубокой посадкой ножа на карман прямо скажем с глубокой здесь совсем чуть-чуть видно матовая вся в общем все как надо все по фэн-шую все по науке и так сейчас я вам все расскажу инвиктус эти terrain 365 длина ножа 206 миллиметров длина клинка 89 миллиметров ширина клинка 25 миллиметров толщина клинка по обуху 3 и 7 и это чуть-чуть меньше чем у его братца из prometheus design works потому что здесь чуть чуть там там где-то около 4 миллиметров финиш клинка называется замудренно но поэтому мне так это просто качественный бит бласт вес 125 грамм ножа материал клинка теравантиум рукоять g10 плюс титаниум 6 л 4 в замок фреймлок фурнитура и осевой титан механизм керамический подшипник в бронзовой обойме шарик детента керамический шпенек двусторонний титановый со вставкой из алюмината стронция класса дайв watch а это значит что буквально в любой самой кромешной темноте он самую самый незначительный источник света вам поймает и подмигнет своим таким бело-зелено-желтым глазиком из темноты на сайте лавне . ком цена на этот нож о 350 евро в зависимости от того куда он поедет и на инвиктус от prometeo design works как я уже говорил от 440 евро то есть стоимость этих ножей разница в 100 евро причем я вам могу сказать так что ребят делая обзоры на ножи там по 500 по 600 евро вот конкретно инвиктус на мой взгляд я уже вам рассказывал что это была моя прям супер хотелка а теперь это начинает превращаться в манию причем очень дорогостоящую манию потому что уже есть черный инвиктус еще на подходе инвиктус компакт версия вот я от этого ножа совсем не перестаю болеть он мне нравится он мне представляется просто идеальным именно нажиманским и дисси ножом в нем собрано просто все для того чтобы им только восхищаться но это мои личные как говорится предпочтение никому их ни в коем случае не навязываю то есть долл и рукоять все вот эти вот полосочки все вот эти вот чойлы выборки форма клинка вот это вот bayonet и прочее 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 действительно я прям я я от этого ножа кайфую почему я вам так подробно сейчас рассказал ттх а сейчас я вам все объясню историю создания компании terrain 365 я рассказал вам на обзоре ножа spd инвиктус айл prometheus design works причем те кто просил у меня тесты на инвиктус от prometheus они поймут почему я так долго тяну потому что я буду тестировать эти два ножа вместе на улице значит terrain 365 была основана 2018 году майклом вагнина и патриком ма владельцем prometheus и в прошлом совладельцем triple от design он же тот гир опять же пройти компаниям подробно рассказал и еще подробно про них рассказал руслан который а дальше с концепт поэтому не буду повторяться ссылка на предыдущий обзор вот этого ножа будет в конце данного ролика главная фишка terrain 365 это использование в качестве материала для клинков запатентованного сплава теравантиум вот здесь так прямо написано теравантиум трейдмарк юэсэй в основе которого лежит немагнитный сплав кристаллов карбида и кобальта дендрик дендритик кобальт на сто процентов устойчивого к ржавчине его преимущество перед спаевской h1 это не магнитность то есть с этим ножом на плавках и вот в этой вот именно во всей фурнитуре как они все это сделали вас не увидит радар емкостный датчик не учуют и магнитная мина к жопе к вашей не прилипнет и на самом деле это можно смеяться над этим сколько угодно но разработки нержавеющих ножей ведутся вообще постоянно они не прекращаются берутся какие-то сплавы бронзы берутся какие-то еще варианты прочее прочее то есть на самом деле все это очень-очень востребован хорошо нержавеющих и и там не магнитящихся и прочее прочее кстати говоря это не первый нож у нас на канале с полностью нержавеющим клинком почему потому что на канале архадыр вы можете найти обзоры и тесты ножей tarina sandrine nice с клинком из вольф из карби до вольф рама вольф карби до вольф раму твердостью 70 одна единица по шкале роквелла также антиграф от vargo outdoors также нет антиграф бекер плюс счета я перепутал антиграф бекер плюс с керамическим клинком и vargo sabato 398 с металлокерамическим сплавом титана то есть все эти ножи они имеют скажем так не полностью нержавеющие сто процентов нержавеющие клинки ну и конечно же не забуду своего любимчика и конечно на кокосинге не тестировал но вот он у меня еще один нож значит который полностью нержавеющий клинок имеет так вот что я хочу сказать я хочу сказать что тарина он выдержал с честью все тесты порезал и построгал все как надо то есть это действительно для 71 единица он был просто молодцом на твердых деревяшках прям супер на самом деле нож красивый шикарнейший финиш клинка прикольная рукоять просто охренительнейший очень удобный замок замок здесь замок просто вот но здесь не нужно ничего цепляет не нужно как-то извращаться просто раз легкое нажатие хоп на себя все нож сложился отлично уж очень нравится дальше у титанового vargo ушел кончик на кокосе до сих пор руки у меня еще не доросли не 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 пришли чтобы все это исправить и кромки бекера антиграф ну пришел собственно говоря капец вот он здесь так вот то есть просто выкрашивание очень сильный ну вот все аркете пока еще не тестировал вот то есть причем я напоминаю что все эти и множество других классических и экзотических ножей а также инструменты одежду обувь и снаряжение вы найдете в магазине ламни а если успеет этот обзор выйти к 10 12 декабря то я еще добавлю что в магазине ламни с 10 по 12 декабря 2021 года с кодом архадер 12 будет скидка абсолютно на все в том числе на оцененку 12 процентов лан поехали дальше из ттх инвиктуса следует что за счет используемых материалов включая титановые винты и керамические подшипники он не магнитен и полностью устойчив к ржавчине то есть не морская вода не под по заявлению производителя этому ножу не страшны отсюда логически вытекает что первый тест этого ножа будет именно на антикоррозийность мы поместим его на 48 часов в крепкий раствор морской соли причем не полностью воду как бы не утопим а в не утопим а я постараюсь сделать так чтобы это была не глубокая емкость и обернем тканью для доступа кислорода чтобы максимально создать вот этот эффект ржавения окисления и наверное чтобы ему не было скучно одному мы определим ему одного или двух соседей с какой-нибудь такой классической коррозийно-стойкой стали то есть там возможно какие-то веснушки появятся но с какой-нибудь классика общем посмотрим прошу прощения и уже после этого он пойдет вместе с инвиктусом от prometheus design works на уличный тест где мы сравним механику теравантиума и топовой стали на по сути одинаковых ножах то есть у меня на самом деле уникальная возможность почему потому что почему я вам сейчас не рассказывал о том что нож очень классно сидит в руке в закрытом состоянии как здесь но единственная разница то что здесь конечно у нас полностью титановая заготовка здесь у нас титановый бэкспейсер на всю длину с насечкой и штифт вот такой вот для темблячка во всем в остальном нож идеально сидит в руке в закрытом состоянии у ножа просто шикарнейший бомбезный молоточный хват я прям жду реально когда я начну строгать отстругиваться этими ножами по полной два диагональных по сути один деликатный второй такой пожестче и пожалуйста вот вам обратно то здесь все очень красиво все очень хорошо кухню от инвиктуса вы видели или можете увидеть в обзоре инвиктуса от prometheus design works то есть сейчас у нас идет именно сравнение материалов поэтому первое что мы делаем это мы а давайте найти что у меня возникла такая мысль почему бы и нет параллельно давайте мы попробуем заржавить тиравантью аус 8 и 420 хай карбон и посмотрим что получится поехали и Субтитры сделал DimaTorzok 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 420 хай карбон, коррозийно-стойкая сталь где-то по рукояти. В принципе, именно здесь, вот если вы внимательно смотрели, когда я разворачивал именно вот ножи, здесь был такой достаточно местами, особенно вот в этом месте, был питинг, который просто вот я промыл все ножи водой, протер насухо, не скреб там, никакими резинками не удалял, ничего. То есть, все выглядит как навье. Легкая такая порыжелость есть именно на хвостовике. Хвостовик бы, конечно, было бы здорово подвыпилить, но да ладно, сейчас обзор совершенно другого ножа, не будем как бы цепляться. То есть, в любом случае, вы видели, что я зарядил полкило, мне килограмм просто физически не удалось растворить, полкило морской атлантической соли и лежало все это у меня 72 часа. Причем в середине, я это не смог заснять, потому что я просто именно на ночь, вот в середине этого процесса, я на ночь вытаскивал и давал именно подышать. Не промывал, не вытирал, ничего. То есть, просто именно вот в этой вот же самой емкости, на край емкости поставил, для того, чтобы все равно как-то именно была возможность прицепиться ржавчине, но не прицепилась. Больше всего меня, конечно, добила восьмерка пизлярская. Почему? Потому что я точно знаю, что АУС-8 ржавеет, что оригинальная АУС-8, которую использует, например, компания Cold Steel, очень бодро покрывается питингом, буквально там, я не знаю, несмотря на коррозийную стойкость, она покрывается питингом очень бодро, быстро и очень обидно для владельцев вот своих вот этих вот особенно шестерок, телайтов, четверок и прочее, прочее. Я уверен, что владельцы понимают, о чем я говорю. Там пятна буквально на сухом, на пустом месте возникают. Здесь же только вот в этом месте пару пятнышек у нас получилось, совершенно незначительных, я даже не смог отковырнуть, но в общем и целом, перед тем, как сделать конкретно этот тест, я этот момент обсуждал с одним очень умным человеком. Витя, привет! Вот. Я говорю, что хочу для полноты картины, теравантиум тестируя, рядом поставить, замочить в соли именно коррозийно-стойкие вот эти вот стали дагестанские. Он сказал, не делай этого, потому что не будет совершенно никакого эффекта. Он говорит, что там сталь, говорит, ровно такая же, как на твоих вилках из кухонного ящика. Ну, скорее всего, конечно, это не так, но по большому счету, если здесь ржаветь, по сути, нечему, то здесь именно вся фишка в чем? В том, что весь нож, он, конечно, после лежания вот в этой вот морской воде, значит, именно внутри нет ни одного пятнышка, все просто идеально, все просто идеально. То именно вот коррозийной стойкости, особенно восьмерке, я очень удивился, потому что на 420 хай-карбон там, по крайней мере, зацвел он хотя бы сверху. Да, я эту ржавчину протер-оттер без особого труда, но он хотя бы сверху немножко. Этому же, вообще, хоть бы хны, просто здесь вот, видите, на осевом ржавчинка появилась, сам по себе клинок, что же, что же ты такое, дагестанская восьмерка, аус-8. Вот, и вот такая у нас красота, собственно говоря, получилась. Теперь мне интересно сделать две вещи, ребята. Первое, это ближайший же мой выход в лес на всех материалах прогнать инвиктус в М390 и инвиктус в Теравантиуме. И следующий шаг, я думаю, будет совершенно жестокий, почему? Потому что я хочу, очень хочу повторить вот этот вот тест с каразийной стойкостью, но просто тупо какой-нибудь шашлычный маринад. Просто в кусок мяса воткнуть три ножа и посмотреть, что в таком случае будет. Раз с солью я не добился какого-то там хардкора, значит, нужно хардкор этот продолжать. Спасибо за просмотр, всего доброго, ребят, пока! Продолжение следует...